Ребятки, всем привет! Это канал Герасий Мир Вездеходов. Этот выпуск посвящен безопасному управлению, беспилотному управлению вездехода. Берем в руки пульт, выходим где-то перед опасным местом и преодолеваем его. Это может быть как крутой склон, крутой подъем, какое-то еще место, где вездеход может, не знаю, там, какой-то полуразрушенный мостик, где опасно находиться внутри вездехода. Согласитесь, встречаются такие ситуации, бывают. Зачем рисковать людьми, когда можно просто перевезти вездеход? Вездеход гибридный, он имеет электромоторы, батарею и дизель-генератор. Дизель-генератор заряжает батарею, батарея крутит моторы. Едет он столько, сколько есть солярки в баке. Это сразу говорю для тех, кто хочет писать комментарий, зачем такой вездеход нужен, он же возле розетки только должен кататься. Нет, ребята, это полноценный экспедиционный вездеход. Заправляем соляру и едем так далеко, насколько у нас есть запас топлива. Ну а сами знаете, на севере соляру найти можно. В общем, приятного вам просмотра. Нередко, когда та или иная преграда на маршруте таит в себе опасность. И преодоление ее лучше делать снаружи вездехода. Но тогда кто же будет управлять машиной? В случае с бро-гибрид, это выполняет вот этот пульт. Очень точно, очень точно можно управлять вездеходом для того, чтобы преодолеть какое-то препятствие. Оп, стоп, продолжаем движение. Только медленно-медленно. Вот так. По чуть-чуть, аккуратно. Оп. Мы можем контролировать машину вплоть до сантиметра. Оп. Задеваем, проходим. Все нормально. Оп. Остановились, постояли, подумали. Никогда не торопимся. Машина зафиксирована. Она никуда не денется. Если надо, подкорректировали машину. Как вам нужно. Едем дальше. Оп. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Место очень опасное. Буквально вот так, по сантиметру преодолеваем его. И что бы ни случилось с вездеходом, с вами все будет хорошо. Вы, по крайней мере, останетесь живые и с пультом. Ну и все. И он поехал, собственно, по своим вездеходным делам. Буквально аккуратненько, аккуратненько. Вот так. Все, можно заходить. Опа, включили нейтраль. Он расслабился на резине. Он был зафиксирован, резинен напряжен. Да нет, это надо учитывать. Все. Заходим в машину. Опасность миновала. Опять же, напомню, мы сломали ручку. Сломали именно. Она не сломалась, а мы ее сломали, оказывается. Ввысь. Был поднят черный ящик. Просмотрены 14 видеокамер. И этот момент был зафиксирован, когда Мишаня... Соседурь, как ее было, мол. Ну так получилось. Что сделать? Да простите нас, Жука, в гараже. Это мы сами виноваты. Сломали вам ручку. Ну хотя, что-то же должно было в вездеходе сломаться. В конце-то концов. Поедем на поле, покатаемся так. Ручки у меня чешутся. Я вот этими машинками управлял когда-то. Активно. Ну не мог я удержаться. Нравится мне эта ручка. Оставлю себе на память. Все. Вопрос закрыт. Вопрос больше подниматься не будет. Ребятки, ну что, вот у нас поле. Хотим попробовать покатать на пульте. Ну как бы мы-то уже взрослые дядьки, большие. Вот у нас есть катальщик. Гер Герыч старший. И мы попробуем сейчас, чтобы он поуправлял вездеходом. Герыч, ты управлял таким пультом? Доводилось, но лучше... Доводилось. Хорошо. Смотри, вот это газ. Смотри, поехал. В левой руке держится он, Герик. В левой руке держится. А правой рукой рулишь. Вот это руль. Влево-вправо. Понял? Четко так? Получается у тебя? Да. Давай, отойдем в сторонку, иди сюда к нам. И попробуй нажми немножко газ. Смотри, поехал. Отпустишь газ, он остановится. Ну, у Герыча нету еще просто навыка такого, что взаимосвязи. Это все. Надо тренироваться. Машинки у него такой нету, игрушечной, с таким пультом. Поэтому для него это сейчас первая игрушка на радиоуправлении, с таким пультом. Так, поехал, поехал. Потом развернешься. Давай вперед, отъезжай туда. И поворачивай потихоньку в ту сторону. Не надо по дороге, именно по полю можешь... Нет, и едь, и поворачивай. И едь, и поворачивай потихоньку. Во! Плавненько, не надо его тыкать вот так вот, раз. Оп. Тоже газ опустил. Но хорошо. Ты езжай, езжай вперед. Дальше, 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 дальше. Вот так едь и поворачивай. Вот так газ держи и поворачивай, не бойся. Нет, нет, неправильно. Потихонечку. Вот так. Смотри, видишь, он по дуге пошел. Круто. Круто? Да. Ну давай еще катай тогда. Ну, только на месте. Близко к нам не подъезжай. Ты едь и поворачивай. Не на месте, а едь и поворачивай. Во! Во! Плавненько по дуге. Во, по чуть-чуть, видишь? Не дергай его туда-сюда, а прям раз, поворотик чуть-чуть нагнул, и он, видишь, поворачивает у тебя. Послушно едет. Он задние коляса остается. Миша вызвался покататься в вездеходе. Пусть у него катать сегодня. Сейчас я тебя буду катать. Ну что, ребят, я сейчас Мишаню покатаю. Занял позицию, расперся всеми своими фибрами и конечностями. Это я сделал не зря. Давай, давай, как это? Заболтать, но не перемешать. Во! Нравится, хорошо. Михаилу особо нравится вот так взбалтывать. Вот примерно так себя ощущают хомячки, когда их катают на машинках по квартире. Только в этом случае и машинка побольше размером, и хомячок, не хомячок. Собственно, ребят, вот так вот можно пройти любую преграду, переплыть реку. Хотя я не знаю, зачем можно переплыть реку, оставшись здесь. Ну, хотя бы проверить, для того, сможем ли мы переплыть реку или не сможем. Мамочки! Оно само едет! Что, опять? Что ты нам хотел сказать? Избушка развернулась к вам, да, да, господа. Ну что, классно, мне нравится. Нравится? Да. Почти тебя вам катают. Нет, я не хочу. Я люблю сам катать. Ну-ка, вертай меня обратно. Обратно хочу. Все они здесь, дорогие. И глаза у них довольны, и улыбаются. Ну, вы сами как дети играете. Завтра буду. Я тебя на трассу сейчас вывезу. Завтра к обеду с восходом города. Да, сейчас, 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 с говновозкой тебя встретим. Мамочки, мамочки, что творится, что делается. Что делается, что делается. Ну, в принципе, пойдемте, что, поднимемся в горку опасную. Сымитируем и такую ситуацию. Ну что, ребят, если в двух словах, то мне очень понравилось. Аккуратно меня катали. Конечно, аккуратно. Ты уже ручку сломал. А, ты боялся? Еще что-нибудь тобой сломали бы, и все, и копил. Понятно. Что делать? Вон оно, значит, как. Потом, что мы возвращать будем? Что, что вот сделали, то и возвращаем. Вездеход-то казенный. Казенный. Наша задача выявить слабые места. И мы их с почетом и треском выявили. Треснуло, да? Да, ручка треснула, значит, с треском. Все. Итак, ребят, вот еще одна ситуация. Вездеход здесь, внизу. Нам надо подняться вот туда. Представим, что этот подъем непрогнозируемый, и он достаточно крутой. Зачем рисковать? Берем пульт. И поехали. А-а-а-а-а... И вот, ребята, самый ответственный момент, самое крутое место. Ну, подъемчик и правда крутой. Ну что ж, подъем произведен, все замечательно, машина в целости и сохранности, экипаж тоже, все три человека в безопасности. Ну что, экипаж в сборе, мы преодолели крутой подъем в целости и безопасности. Не, ну согласитесь же, это здорово, когда можно вот так подстраховаться, таким образом. Гер, ну как у тебя впечатление вообще? Для меня это машина будущего. Машина будущего, для папы тоже машина будущего, это в нашем будущем будет эта машина. Вот, мы видим ее в наших путешествиях, ну и конечно же видим ее на везде маркете. Это, несомненно, это что-то вот прям, это не уровень был, вот это уровень. Это интересно. Это завтра, которое наступило уже сегодня. Вездеходные движухи. Понятно, что в автомобильной это уже есть. Но, повторю, здесь все сложнее, чем в автомобиле. В бортоповороте все гораздо сложнее, чем в авто. И здесь все практически приходится делать с ноля. Ну, имеется в виду софт, взаимосвязи узлов и агрегатов. Все это надо делать с ноля методом проб, ошибок. Поэтому, если у вас есть такая цель, выпускать вездеходы с электротрансмиссией, то начинать надо было уже пару лет назад. Чтобы вот прям четко войти в тренд. Потому что это, я думаю, будущее пяти лет, не больше. И дизельные машины потихонечку будут уступать. По крайней мере, в центральной России, по крайней мере, для вот таких вот вездеходов этого класса. Они будут потихонечку вытеснять дизельные машины, чисто дизельные, с классической трансмиссией. Завершается еще один день. Хочется, я не знаю, хочется это какие-то добрые, позитивные мысли говорить по этому поводу. Хочется на таком вездеходе ездить самим. Потому что, ну, он правда хорош. Электротрансмиссия рулит, электротрансмиссия должна быть. Кстати, кто там еще электровездеходы производит? Хан. Давайте мы ваш вездеход попробуем. Нам было бы интересно. А вам? Ну и, конечно же, у нас еще в планах семейный выезд. Это будет выезд в какое-нибудь симпатичное место через нашу тест-драйв-трассу. Хотя вы это место все уже знаете. Это будет гриль, это будет мясо, это будет какой-то позитив. И, собственно, это будет завершать наш обзор. Вот первая часть обзора. Еще будет одна часть обзора. Это будет клиентская машина. И в будущем, чуть-чуть попозже, ребята, когда я решу вопрос со своим здоровьем, потому что я пока не могу надолго покидать дом. Как только я решу свои проблемы со здоровьем, мы, естественно, на этой машине, я думаю, отправимся на Оршинский мох, съездим, и я думаю, мы пригласим еще кого-нибудь из команды Герасима Мирвездеходов, чтобы покататься вместе, посравнивать и увидеть, кто чего стоит. Да и просто пообщаться. Мы давно не виделись, ребята. Кстати, Мишка обещал переночевать еще в вездеходе. Герасим, или ты будешь ночевать в вездеходе? Я буду. Ты будешь ночевать? Да. Ну все, мы, значит, Герасима оставим здесь ночевать, заснимет вам видос, расскажет все, как тут было. Ну мы отсюда пешком пошли тогда. Да нет, ночевать он будет во дворе в вездеходе, он очень хочет в нем переночевать. Ребят, надеюсь, вам понравился этот выпуск, который рассказывает и показывает об еще одной интересной фишке вездехода Брогибрид. Безопасности много не бывает, поэтому ей надо уделять большее внимание. Берегите себя, вас всех ждут дома. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там есть то, чего нет ни на одной другой площадке. Всего хорошего, до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok